В октябре прошлого года администрация города составила списки недобросовестных застройщиков. В этом году что-нибудь аналогичное планируется делать? Да, обязательно эта работа будет продолжена. У нас сейчас... Он постоянно будет обновляться. У нас будет список как и добросовестных застройщиков, так и недобросовестных застройщиков. Именно для исключения или, по крайней мере, попытки минимизировать количество граждан, которые попадаются на, можно сказать, даже удочку вот этих недобросовестных застройщиков. Мне вот буквально недавно еще раз принесли газету, повторную, которую я до этого, к сожалению, не читал, где одна из компаний очень красочно описывала, как она строит замечательное жилье, но не связывается с такими глупостями, как федеральный закон о долевом строительстве, считая это бюрократическими препонами, зато продает чуть-чуть подешевле. Я могу сказать, что у этой компании на момент публикации рекламной статьи не было даже земельного участка, а в интернете велись активные продажи квартир в литном комплексе. Вот представляете, да, ситуацию, то есть это вот ноябрь, декабрь, по-моему, даже, двенадцатого года. И договора были уже заключены? Ну, попытки были, да, попытки сейчас, как бы там уже и судебные, вернее, разбирательство по линии МВД ведется, но тем не менее, то есть процесс продолжается, поэтому мы стараемся очень четко на него реагировать. И попытки, скажем так, организации вопросов новых обманутых дольщиков продолжаются, к сожалению.